Всем добрый день! Я уроженец города Энгельса, Яроян Игижи Григорьевич. В воскресенье 21 августа я с племянниками, с друзьями, то есть это с Погосяном Артуром Урадовичем, с его супругой, его детьми двумя малолетними, гуляли в парке Лукоморье, в городском парке нашего города. После вечерней прогулки мы с Артуром попрощались, разъехались. У Артура автомобиль был в другом месте припаркованный. И вот этот промежуток времени, пока не шли до машины, я уже находился на мосту Саратов-Энгельс. Вез детей домой тоже. Позвонил мне Артур, сказал, что якобы какие-то двое на Мерседесе Е-класса госномера К788КС в нетрезвом состоянии начали оскорблять, направили предмет, похожий на оружие, на пистолет, на него, на его семью, на его детей. После чего он сделал им замечание с требованием, чтобы они убрали пистолет и больше такие вещи не делали. Замечание, естественно, они среагировали очень агрессивно, вышли из автомобиля, и у них произошел небольшой конфликт на месте. Испугавшись за детей, Артур постарался максимально избежать каких-либо очень серьезных конфликтных ситуаций. Посадил супругу детей в машину, хотел увезти их домой по дороге, встретил брата супруги, пересадил семью свою в другую машину и вернулся обратно, чтобы встретиться с этими ребятами, поговорить. Артур позвонил им, договорился о встрече, они сказали, что они выпивают в кафе «Жигули», что он может туда приехать. Артур, естественно, поехал туда, в кафе «Жигули», чтобы встретиться с этими ребятами, которые оказались сотрудниками управления ФСИН. Один из них – это Ершов Кирилл Игоревич, майор ФСИН, занимает начальственную должность. Второй был Митченков Александр Сергеевич, тоже сотрудник управления ФСИН по Саратовской области. Поднявшись в заведение, Артур хотел, чтобы они вышли на улицу, поговорили о том, что произошло у них здесь в центре парковки на площади Ленина, что услышал в свой ответ опять оскорбительную брань. Ну, задели, да, его национальность. Артур уже не сдержался, и у них это все переросло в драку, в хулиганку. То есть, ну, произошла хулиганка в общественном месте, за что я, как друг, как брат Артура Погосяна, также извиняюсь перед людьми, которые там находились. Мы не хотели этого, чтобы так вот все произошло, но я надеюсь, люди нас поймут, когда услышат нас тоже. Ну и все, собственно говоря, уехали. После чего на следующий день вечером в районе 10 часов вечера, то есть майор управления ВСИН, Ершов, Кирилл Игерович, позвонил Артуру и договорился с ним о встрече. Встретились они также у нас на территории города Энгельса за торговым центром Аврова. То есть, ну, они поговорили, я не знаю, там, извинились сотрудники ВСИН перед Погосяном Артуром и его семьей или нет, но на следующий день поступил от одного из сотрудников ВСИН Погосяну Артуру Мурадовичу телефонный звонок. Они позвонили 23-го числа, договорились о встрече. Они должны были приехать опять, извиниться перед супругой. Детям там пообещали игрушки, конфеты купить. Но ничего этого не произошло. Поступил лишь звонок с предложением о денежном якобы вознаграждении за все происходящее, чтобы Артур никуда не ходил, ничего не писал. На что Артур, то есть, отказался от этого денежного вознаграждения с их стороны, поехал в отдел полиции писать заявление. Заявление мне так и неизвестно, приняли от Артура или не приняли во втором отделе полиции. Но знаю, что 23-го числа Артура в 2 часа ночи задержали. Задержали Артура, поместили в ИВС по 213-й статье второй части. Хулиганка. Вчера у нас был суд. Артуру закрыли на полтора месяца в СИЗО. То есть, непосредственно туда, где Ершов Кирилл Игоревич занимает в управлении начальственную должность. Ершов Кирилл Игоревич писал супруге Погасяна Артура смс-сообщение, в котором был текст, как угроза звучал. Все. Текст я пока не буду читать, говорить, что там в этом тексте было написано. То есть, мы этот текст покажем следственному комитету прокуратуре города Энгельса. Мы также везде написали и в электронном виде тоже подавали заявление. Будем надеяться на то, что все-таки справедливость есть. Как бы вот так вот. Сейчас он у нас находится в СИЗОГу Саратовской области. Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Мы не знаем, что с ним там происходит. Переживаем очень сильно, как бы вот так. И поэтому также у меня есть очень большая просьба откликнуться. Может быть, кто-то в этот день на парковке стоял, видел весь этот инцидент данных вот этих людей на автомобиле Mercedes Coupe E-класса с госномерами K788KS. Очень просим найти нас там через соцсети, через друзей, знакомых общих, может быть. Субтитры создавал DimaTorzok